Всем аньон, друзья! Меня зовут Ники, а рядом со мной сидит Серж, это мой муж. Всем привет! И моя сестра Вика. Всем привет! Она тоже блогер, если что. И сегодня мы здесь собрались неспроста, а мы будем пробовать смертельно острый рамен. Самый острый рамен в мире, на всей земле. Не существует еще пока рамена острее. Но это как я вообще в принципе знаю. Пока что я его еще не пробовала. И среди нас есть человек, который его уже пробовал. Что ты скажешь насчет него? Ну, это очень мега-остро, и поэтому мы запаслись всем, чем только можно. И молоко, и мороженое, и вода. Потому что потом мы уже не будем в здравом уме и просто не дойдем до холодильника. И когда Вика это говорит, у меня просто поджилки все трясутся, потому что, ну блин, я не знаю. Я любитель острого, и все мои зрители знают, что я просто обожаю есть острое. И ем на завтрак, обед и ужин, перец в любом виде, перец, перец, перец и даже выращивает сама. Ну да, есть такое, есть такое. Ну, я не вижу смысла кушать такое острое, если оно прям вообще совсем острое. Ну хватит шуршать. Серж не видит смысла, а я хочу посмотреть. И хочу, чтобы вы тоже увидели реакцию. Голос, голос-то дрожит. Да-да-да, у меня голос дрожит. В общем, я думаю, что, возможно, вы видели на ютубе такой челлендж, есть One Chip Challenge. И смысл этого челленджа состоял в том, что как долго человек может не запивать после того, как съест самую острую чипсинку. Так вот, этот рамен сделан из того же самого перца Carolina Reaper, который самый острый в мире. Чтобы вы понимали, просто это рамен. Ну, что, каждому заварим по одному? Нет, мы тогда просто изведем. Поэтому мы заварим просто одну пачку, и каждый намотает лапшу себе на уши и сожрет. На уши? Да. И после этого мы будем на таймере просто следить за реакцией, и кто первый потянется там за молоком, за мороженым и так далее. Чтобы вы понимали, я здесь для себя сделала такую вот небольшую пометку. Во-первых, это самый острый перец в мире, дальше уже идут перцовые баллончики, чтобы ты понимал. Дальше уже идёт чистый капсайцин. Это как раз таки тот ингредиент, который отвечает за остроту. Короче, нас ждёт что-то страшное. И у него 2,2 миллиона единиц сковела. Это типа, по которому определяется вообще вся острота. Я загуглила, пока что ещё на русскоязычном ютубе я что-то не нашла таких видео, но на американском ютубе есть. И вообще, в принципе, я погуглила, что люди пишут об этом рамёне. Этот рамён посрамил меня. То есть, вы понимаете, да? Один укус, и было больно. Я покраснела, колени слабые, руки спагетти, моя рука начала дрожать. Так ли это? Да, так. Руки спагетти. Это ужалит, и со временем от этого не становится лучше. И на самом деле становится ещё хуже. Целую минуту после этого я хныкала о том, как сильно болит мой язык. И ледяная вода ничуть не помогла. Отказаться можно? Нет. Позро. А всё уже? А уже всё, 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 всё. Я-то не люблю такое уже остро. Но от этого будет ещё прикольнее, поэтому давайте пойдём варить. Его нужно варить определённым способом, и сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит сам перец. И посмотрите, здесь сразу такой знак опасности, потому что это реально опасно. И лапша, которую нужно отварить, и потом 8 ложек этого бульона оставить самой лапшей и добавить сверху вот этот вот перец. Ну, лапша без пасты выглядит очень даже аппетитно. Она такая плотная, прям яркая. Чёрт подери, мне очень страшно открывать вот эту упаковку, чтобы засыпать перец. И нельзя, чтобы это попало в глаз, иначе будет ожог. Сильное заявление. Не дышим. На всякий случай мы приготовили целую морозилку разного мороженого, чтобы потушить пожар. Итак, посмотрите, как выглядит рамён. С виду ничего опасного, но когда его нюхаешь, уже что-то вот здесь вот прям чувствуется. Это раз, но... Погаривает что ли? Да. Ну, я не знаю, как оно будет. Да, понюхаю. Страшно? Ну, тебе-то чё? В общем, говорят, что когда ешь перец Каролина Риппер, то есть от начала до конца будет всё гореть, поэтому заранее предупреждают, чтобы, возможно, заморозить туалетную бумагу, чтобы было легче. Так, я хотела бы сказать вам, что мы уже до этого снимали с Викой, и вообще, в принципе, я уже не помню, с кем мы снимали. Но, короче, мы неоднократно едим вот такой рамён, который считается, по идее, самым острым в мире. Это пультак по гамён, и на ютубе тоже очень много челленджей, и уже даже на русскоязычном ютубе очень много людей, кто снимал этот ролик по поводу этого рамёна, и они просто умирали. Но вот этот рамён, как уверяет производитель вот этого, он и рядом не стоял, поэтому вот этот рамён... Но вот этот рамён я целый съедаю сам, ничего здесь такого. Да, Каролина есть такой рамён целый. Есть ещё вот такой вот острый рамён, но я лично их не сравнивала. Кстати, сравнение этих рамёнов вы можете посмотреть на канале Николай по-корейски. На всякий случай, я вам оставлю все ссылочки на видео, о которых я вам говорила, внизу в описании, чтобы вы понимали, в чём вообще смысл. А теперь давайте начнём. А, прежде я ещё хотела сказать, что вот здесь вот написано на шве у рамёна, что это самый острый рамён на земле, чтобы вы понимали, это... Not in the world? Да, огненный дьявольский смертельный рамён. Дайте молока я сразу молью. Я молоко не люблю пить. Ну тебе придётся, для того, чтобы убить остроту, нужна вот эта вот молочная, не знаю, чё. Посмотрим, чтоб кислота или спорта. Лучше налей, ты не будешь налить? Да, давай. Ты тоже себе лучше молочить? Не буду наливать. Да я не люблю молоко. Не любишь, ты не любишь, это нужно, чтобы потушить пожар. Ну ладно, всё, погнали. Давайте сделаем. Давайте сделаем это. И всё закончится. Всё. Кто первый? Давай, набирайте. А как надо набирать? Ну как обычно. Ты наберёшь, и мы включим таймер. Ну мы же одновременно должны. Да. Ну давайте одновременно. Только в глазами. По чуть-чуть, давайте по чуть-чуть. Потому что... Потому. Ох, мне страшно! Мне так страшно не было никогда, только на американских горках. Я тоже об этом подумала. Давай. Один. У меня нотро убегает. А что, включаем? Нет, когда мы проглотим... Один, два, три. Проглотили? Стартуем. Сколько мы сможем не запивать? Пока что у меня нормально. У вас что? Нормально пока. Он солёный? Да. Пока что всё, что я поняла. Он солёный, вкусный. Ай, не знаю. Дюдам! Фишка в том, чтобы... Кто дольше не будет запивать? Ты чё? А я не знаю. Мне плохо. Можно влюбить? Нет. Если ты выпиваешь, то ты выбываешь уже из игры. Чё, не дало? Нет. Вообще ничё. Значит, ты много добавила ложек. Сухой надо было. А ложек чего? Воды. Бульона. Сухой перец надо было угодно. Сухой рамён надо было. Ну, такой. А сколько ты до этого съела? Нет, ну жарко становится вообще. Ты до этого сколько съела? Такого? Угу. Ну, он был красный, краснее. Куда меньше воды добавил. А зачем ты так это отдал? По инструкции. Угу. Ну, он просто на глаз сделал. Минута 27, друзья. Ещё я могу попробовать. Можно выпить? Могу ещё попробовать. Ну, давайте. Ну, чё? Чё, погнали, что ли? Один, два, три. М-м-м-м. Старт. Вот сейчас я почувствовала. Всё ушло вниз, оказывается. Можно выпить? Нет. Я пью, я выбываю. Я хочу пить, не могу. А вот. Сейчас до языка дошло. У тебя дошло? Да. Ты видела, слышала? Ты слышала? Приятного просмотра. Я, короче, извините, я выбываю, значит. Вика, 50 секунд. Вот теперь остро. Говорят в своих ощущениях. Да, чё я говорить не могу? Язык она не мел. Кстати, может быть временный лицевой параличный. Руки спагетти. У меня очень сильно горят слизистые боковые у здесь стороны. Ой, блин. Язык. Язык как будто два раза увеличился. Я же говорила. Тут даже восемь не восемь оказывается. Разницы нет. Восемь не восемь чего? Ложек воды. Фу. Ну, уже прям дико остро. Язык прям вообще горит. Теперь горит нутро. И я начал потеть. Я уже давно потею. А у меня сопли. Да, тоже сопли пошли. Все симптомы этого самого, ну вы поняли. Я могу пачку съесть. Если хотите, чтобы мы сделали такой челлендж. Да, да, да ты что? Остро. Молоко слабо помогает. Уже ничего не ощущается. Ощущается, как будто просто в язык ужалили. И все. То есть вкуса уже никакого нет. И дыхание такое, знаете. У меня кажется или губы покраснели? У тебя и уши покраснели. Или это отсвечивает? Ну, это остро, да. Это острее, чем пультак, да? Да. Да. Теперь я хочу запить. Все, я не могу. 2,41 у меня. Пей. А я еще подержусь. Холодное молоко. Ультрапастеризованное. Давайте вот так сделаем. В общем, я хотела сказать, если вы не любитель острого и никогда не ели, в принципе, вот такой вот острый рамян, то лучше не делайте, потому что можно получить ожог слизистый. И об этом предупреждает производитель. А так как я воробей стрелянный, острое я люблю, поэтому для меня нормально, но молоко не помогает. Я острое не люблю, но я держусь в последних силах. Прям как дракон сейчас в пламя вот так. Что-то я так поняла, третьего захода не будет, да? Нет. А я же выбыла вообще, да? Да. Ваше здоровье. Может ты уже сдашься? А рекорд какой? На этот рамян еще нет рекорда. А на чипсину? Пять минут, что ли? Я уже не помню. На чипсину съесть, посмотри. А какая разница чипсина, она такой же сковель имеет? Там перец, по-моему, такой. Тоже? И производитель, по-моему, такой. Нет, производитель, по-моему, разный. Ой, я еще 30 секунд подержу, чтобы 5 было. И все. Нормально, уходит, по-тихому. У меня еще не ушло. Ну, если вы съели, да, ну, этот, горит внутри все. И говорит сложно, язык как будто болит. До сих пор все горит, друзья. Так что имейте это в виду, что, ну, это опасно, это остро. И можете даже в интернете почитать, что такое Каролина Риппер, Каролинский жнец, перец. И здесь даже упаковка сама за себя говорит, что это очень опасно, смертельно, дьявольски. У меня острые слюни попаливают сюда. Самое главное, чтобы мне то горло не попало. У меня одно горло. Ой, опять и... Все, отлично, ты победитель. Хорошо, окей. Можешь запивать. Надеюсь, сейчас запивать. Молоко. Не, не хочу молоко. Здесь шиповник. Давай, где? О, еще. А, не, нормально. О, конфетка. Дивеная конфетка. Короче, я хотела сказать по поводу самого вкуса рамена. То есть он здесь... Не, ребят, если не любить острые, лучше вообще не пробовать. Даже ну его нафиг этот челлендж. Я вижу здесь морковку, я вижу здесь морскую капусту. И по вкусу ничего этого не чувствуется. Чувствуется только острота. Не, поначалу еще соленая. И поначалу соль. Соль, а потом все, жесть. А потом все. Потом начинается перцовый баллончик. И как бы все. То есть нюхать просто вот эту перечную приправу я не советую. Иначе можно просто надолго отключиться. Да, у меня мороженое. У меня до сих пор губы горят. А дай поменьше. Да ты мне не даешь никак сказать, а. В общем, друзья, пишите внизу в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы сняли еще один такой челлендж, но уже, допустим, с усложнением. Потому что, как вы видите, корейцы пробуют самый острый рамен в мире. Вот. И ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на Викинг канал. Ссылка будет внизу в описании. И напишите, насколько острое вы любите. Точнее, насколько острое. Что самое острое вы вообще ели? Да, давайте так посмотрим. Да, давайте. И напишите внизу в комментариях, хотели бы вы попробовать этот рамен. Если да, то мы устроим конкурс. Так что вы можете еще и подписаться на наши инстаграмы. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Потом надо будет рассказать, как мы сходили в туалет. А? Ха-ха-ха.